доброго времени суток всем дорогие мои друзья подписчики гости канала вот всем вам спасибо за поддержку и вот я снова в походе глубокая осень сегодня 27 ноября а сейчас еду до руслана и в принципе едем в такой небольшой поход с ночевкой просто в лес вот такие планы нахожусь на таком футбольном поле велик боевое снаряжение зимние вот так ну пойдем покатаемся отдохнем температура в принципе около нуля так вот глубокая осень три дня и декабрь вот уже зима так встретились с русланом вот там взяли водички в принципе такое все позади остается город уже скоро стемнеет я думаю час может так часто час есть сто процентов дорусь все едем теперь уже старт вот значит выехали мы из города окончательно вот оттуда вам и приехали пока мы стоим стали так небольшая передышка бы был такой хороший подъем вот так вот виднеется горы вечер вообще классный такой вид офигеть хотя и все пасмурно затянуто затянуто облаками даже это не облака это тучи вот но тем не менее красиво не знаю камера добьет или нет но классный такой пейзаж горизонт вообще четкий горы вот изерские горы мы там бывали в походе даже с русланом там не раз на реке изера вот чешская граница то уже там так если через тот перевал замедальный тот на горизонте то уже там другое государство вот но неважно все хорош трепаться нам здесь вот начинается лес ну и там дальше уже будем подыскивать в принципе место на ночь завтра хотим еще покататься там поесть поискать такое небольшое место для зимних таких ближних походов чтобы далеко там бегать вот в этом в этом районе мы мало ходим ездим вот так проездом транзитом вот и сейчас посмотрим себе местом ночевки и возможно наше новое место вот в общем ехали мы по лесу вот и так вот нам приглянулась такое ответвление дороги вообще она такой там видно трактор ехал вот и мы в принципе про проехали тут такая вот огромная поляна и у там вот это мы сейчас поставим палатки вот там где стоит русик сейчас как раз там под елочками будет вот так вот красивая по вообще вид там вот открывается вообще пейзаж классный на горы мы на таком вот холмике получается стоим там дальше снизу идет основная дорога лесная такая грунтовка и расположимся сейчас здесь сегодня вот и подушка хорошая ровное место такая-то нам трава и довольно таки сухое место относительно выехали мы поздно ничего страшного вот все белый тут здесь здесь будет раз палатка 2 палатка отличное ровное место так вот мы стоим такой прекрасный вид вечерний на горы отлично вообще классный пейзаж и очередное наша стоянка его отмечу на карте как вот такой стульчик друзья у меня новый еще один есть дома поменьше точнее побольше этот вообще такой компактный сложил так бит разложил надо там присел разложивается классно хопа так поставил присоел хороший стул компактный маленький главное удобный следую разложится Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у нас утро. Утро. Наша новая полянка. Вид на горы. Класс. Пьем кофе. Русик там тоже где-то в палатке. Че возле нее? Ну где-то там. Ой, хорошо. Вот это настоящее доброе утро. Да, мед. Мед с орехами. Вообще класс. Красота. Глубокая осень. Так вот мы сидим. Утро в нашем лагере. Пьем кофе. Наслаждаемся тишиной леса. Такого вот осеннего. Но уже глубокая осень. Конец осени. 28 ноября. горы потихоньку затянул. Туман. Там уже в принципе их не видно. Горизонта. Вот. Ну так мы встречаем утро в нашем походе. Сейчас приготовим завтрак. Ну посмотрим. Посмотрим. Может поедем куда-то покататься еще чуть-чуть. Так влажность в принципе. Ощущается пар идет с рта. Все хорошо. Да. Сейчас будем готовить. Сварим кашу. Сухое мясо есть. Что-то такое сейчас сделаем. Вот. Я хотел показать крепление под баклажки. Баклажки с водой. В принципе. Вот такие вот два. Крепления. Тут они крепятся в принципе такими захватами. Ну. Буду это все переделывать. Потому что эти захваты лучше я уберу. Они. Во-первых царапают вилку. Ну и там. На и так уже в таком. Чуть-чуть поцарапанная. Ну что-то неважно. Ну как-то они неэффективны. Что-то мне они. Лучше я прикреплю вот эти вот. Сами стойки. Сделаю хомутами. И до вилки. Там кинуть резиновые проставочки. И мне кажется это будет довольно таки уверенно. Вот так вот становится четко. Два-литровая баклажка. Вот. И стоит. То есть два литра воды спокойно. Можно везти. Ну так. Ну такие вот открепления под воду. На переднюю вилку. Так. Начинаем. Готовим. Завтрак. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Тоже сушеные овощи, мясо сушеное, вот такие крекеры мы используем вместо хлеба, прикольно. Вот так же меню кинем. Нормально. И пойдет. Оттуда каши прям потом, оно закипит, прокипит, каши кинем. И отлично. Попили чай. Будем собираться потихоньку. Поедем покатаемся еще. Идут сборы лагеря, палатки, мокрые, конденсата много было. Вот. Влажность большая. Но ничего, дома просушим. Ну вот так. Приводим место в порядок. И поедем покатаемся еще. Убрали мы наше место, где мы стояли. Чисто. Нормально. В принципе упакованы в велики. Вещи собраны. Будем ехать. Будем ехать, покатаемся еще. Ну так, конечно, сыро, но классно. Какой-то день. На горы. Мы на таком вот холме находимся. Интересно. Панорама хорошая. Было бы, если бы еще солнечно. Было бы вообще по идеальному. Но и так красиво. Русик. Русик выкатывает велик. Там доупаковывался. Ну и все, будем выдвигаться. Выехали мы на дорогу. И едем по такому полузимнему лесу. В принципе, листва уже опала. Хорошо, тихо, спокойно. Ну такой вот лес. Русик выкатывает велик. Хорошо, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, вот так вот идет наш маршрут Через так поле Поле уже есть там зеленое Что-то видать, посеяно может Но красиво Русик вперед уехал Сейчас я его догоню Ехали мы По лесу Оттуда Едем И так немножко решили пройтись Такой вот красивый лес Тишина Вот так вот Немножко пройдем пешочком Просто красиво Полюбуемся этой красотой Нормально Даже еще есть этот Шиповник красный Такой Можно его уже собирать Пока месть нам не надо Есть Да, деревья уже все Дубы Дубы стоят уже Листья такие Такого ржавого цвета Сухие Даже морозы были Небольшие Но этого достаточно Красиво Вот идя по дороге Вот такое вот место Для отдыха В лесу Такой будет у нас Промежуточный отдых Ну в принципе На этом будем Завершать поход Вот такое вот место Для костра Ну я думаю Костер здесь тоже Полить нельзя Потому что Это По карте Вот эта часть Именно Является Заповедной зоной Она обведена У меня так смотрел Странно Почему здесь Это кострище Ну не знаю Ну не знаю Вот такое вот место Беседочка Если там дождь Чего-то укрыться От дождя Можно отлично Ну вроде Срачельника нету На таких местах Часто можно встретить Срач И мусора тоже нету Ну это уже хорошо Что чисто А сейчас мы поставим Поставлю велик Вот так вот мы Поставили велосипеды Сейчас Достану Достану горелку Поставим водицы Сделаем чай Ну или кофе Кто там Кто там что хочет Сейчас я зайду В эту беседку Вот так вот Вот здесь Такой-то огромный стол Тут можно Если так Группа Это в принципе Вот что хотел сказать Этот маршрут По которому мы ехали Есть такая Знаменитая тропа Святого Якова В Польше Называется Святого Якуба Вот И она идет Она очень длинная Я Не буду вдаваться В эту историю Честно скажу Я Так слышал Про эту тропу Она В общем Это что-то Из паломничества Такого Она очень длинная И Она там Практически Через всю Европу Идет И Вот так Ну не буду говорить Потому что Многого не знаю Об этом Ну так Вот мы на Какой-то так Части находимся Обозначение Ее такая вот Ракушка Или Восходящее солнце Такой вот Синий квадратик Может там Увижу Засниму Это Вот эта вот Тропа Святого Якова В Европе Святого Якуба Вот такими вот Обозначениями Вот ракушка Либо Такое что-то Типа Восходящее солнце Ну так И мы сейчас Тут вот Стоим На Отрезке Этого Участка Этого маршрута Ну как раз Попьем здесь Чай Есть кофе Есть чай Так Стоит водичка Так Кружкой Накрыли Чтоб быстрее Закипело И вот Интересное Такое явление Наблюдаем Вот Видно Как-то так Сосны Эти все Растут Прямо А потом Бум Завалены Подвину Верхушки Как будто Ветер дул Так Не знаю С чем Это связано Рядом Деревья Ровные Стоят Не знаю Какая-то Аномалия Тут Наверное На этой Стоянке Там Он обломан Ну возможно Ветром Наклонило Так Все Деревья Ну вот Именно В этой Стороне Потому Что Допустим Здесь Как-то Так Оно Интересно Идет Вот Такое Явление Мы Наблюдаем Здесь Интересно Начинает Шипеть Уже Вода Закипает Сейчас Сделаем Кофе Крот Еще Копается Себе Там Роет Ходы Всякие Так Уходит Какая-то Промысловая Дорова Туда Так Вот Сделали Кофе Хочу Показать Мед Мед Там Орехи Это Руслан Делает Там Не знаю Дофига Всяких Видов Орехов Сколько Там Усик У тебя 5 6 Видов Разных Орехов Да Там Грецкий Лесной Вот Это Там Что-то Еще Изюм Курага Лимон Лимон Лайм Имбирь Имбирь Вот Это Все Он Там Перемалывает И Настаивает На Меде И Вот Такое Классное Супер Варенье Можно Его Назвать Медовое Вот И Мы Его Короче Берем Часто Так В Походы Да И Вообще Дома Отличное Такое Мощное Лекарство Так Скажем Природное Вот Хорошо Тонус Подымает И Энергии Дает Да Довольно Таки Полезная Питательная Штука Вот Так Мы Будем Завершать Свой Поход В принципе Классно После Длительного Такого Перерыва Вырвались В лес На Природу Еще И С ночевкой Нормально Отдохнули Тишина Набрали Сил Для Новых Таких Для Новой Недели Такой Рабочей Так Скажем Работать Надо Вот Что Вам Скажу Ходите В Походы До Скорых Встреч Мы Едем Домой 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 Мороду